Я ловлю себя на мысли, ты да, вызываешь за письмо, что же так? Я рад, так, рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Я рад, так, рад, так радуюсь сильно. Мальчишки, девчонки, а также их родители, кажется, нас опять водят за нос с вами. Последний выпуск «Беременны в 16» про Софию и Гришу. Что-то мне подсказывает, что он был неправдивым. Что на самом деле вся история не настоящая, а выдуманная. И знаете, почему я так подумал? Я зашел в Инстаграм Софии и почитал некоторые посты у нее. На протяжении трех дней после выхода выпуска с ней я отслеживал ее сториз в Инстаграме. И знаете что? Ничего интересного по теме я там не нашел, поэтому даже не записывал их. А нашел я интересненькое как раз-таки у нее в постах. А также сегодня заглянем еще в ее ТикТок, потому что, как оказалось, если ты хочешь найти какую-то информацию, нужно копать гораздо глубже. И порой искать информацию там, где и не ожидаешь ее обнаружить. Что мы имеем по окончанию их выпуска? Я же отец Гриша был отвергнут Софией, но она живет вместе с ним по сей день, я так понимаю, из-за ребеночка. Потому что у мамы нет условий, а у Гриши условия есть и приходится. Но типа официально они не в отношениях. Казалось бы, все понятно в этой истории, но не тут-то было. Ну а информационные партнеры этого видосика, паблики Мемес и Амарадь. София Валуйская. Вот она собирает денежки, смотрите, на переезд от Тирана. Рекламирует аккаунты беременных девочек. Все, как всегда, все то же самое, что делала Майя. Парочку сториз, если прокрутить, смотрите, здесь ничего интересного. Она просто показывает косметику, показывает, как она со своим ребеночком ездила в больничку. И у него отит нашли, как она закупает какие-то нездоровые продукты и рекламирует тех, кто заказывает у нее рекламу. Да, еще она смотрит мой выпуск и обиделась того, что я ее отказался брать жить к себе. Даже прайс у нее есть, тут она тортом в лицо опустилась, потому что обещала на какое-то количество подписчиков это сделать. Ничего интересного в сториз не происходит, там никакой информации мы с вами найти в принципе не можем. Но не тут-то было. Листаем ее ленту и натыкаемся прямо посередине у нее вот на такой интересный пост. Называется реакция Гриши на беременность. Все мы помним, как Гриша отреагировал на беременность. Если не помним, то напомню. Он сказал, делай аборт. Я не готов сейчас становиться батьком. Вот так сказал Гриша. Но что пишет здесь София? Мы с Гришей хотели ребенка, когда будем жить отдельно и не будем ни в чем нуждаться. Но вышло немного не так. Когда я показал Грише две полоски, он спросил, а что это значит? Я ему объяснила. Вот этот момент мы помним. Да, что такое две полоски? Это один ребенок или сколько? Но вот здесь начинается самое интересное. Отреагировал он спокойно. Сказал, что уже любит ребенка. И будет делать все возможное и невозможное для малыша. Я не знаю, либо София так очень хорошо приукрашивает эту картину. Для того, чтобы типа ну у меня все дорого-богато. Все хорошо. Смотрите, мужчина есть, ребенок есть. Живу в роскоши, в уюте, в комфорте, в любви, в ласке. Либо на самом деле так и есть. На самом деле Гриша не тот деревенский быдл-абрыган, каким нам показали его в передаче. Я пока что не знаю, не могу ничего утверждать. Тогда он меня сильно успокоил своими словами. На следующий день и все остальные дни он привозил горы продуктов. Мясо высших сортов, фрукты, овощи, пюре, чизкейки. Я их просто очень люблю. Вы помните из серии, как они ходили в магазин? Как Гриша не купил ей баночку горбуши? Как он не купил ей орешки кешью? Так вот, здесь же, София пишет, ровно противоположное. Он до сих пор ни в чем мне не отказывает. Видели бы вы, сколько баночек и бутылочек стоит у меня по всей квартире. Думала, что мне надо, я буду мазаться. Не знаю теперь, куда их девать. Гриша балует ее, так получается. Но это только начало, ребят. Не спешите радоваться. Как бы мы ни ссорились, я знаю, что Гриша ничего не пожалеет для своей семьи. Ни разу он не прогуливал работу, понимая, что это важно. Вот он добился первого повышения. Ну еще бы, прогуливать работу кассиров пятерочки. Ну это вообще надо быть уникумом, конечно. При всем уважении ко всем кассирам пятерочки в России. Я очень рада за него, что он делает такие успехи. Смотрите, интересно, да, вырисовывается картина? То есть то, что мы видели в передаче, немножечко не соотносится с тем, что пишет у себя в инстаграме София. И вот где правда, а где вымысел? Смотрите, вот люди начинают возмущаться в комментариях. Ты пишешь тут, что он отреагировал спокойно, а в выпуске делай аборт. Получается, что просто заплатили деньги за то, чтобы они разыграли эту драму. А мы с вами посидели, переживали, пожалели Софию. Какая она бедная, какая она несчастная. Какой Гриша быдл-абрыган, на самом-то деле, получается, мы оклеветали просто Гришу или что? Я не знаю пока. Вот эти вот все посты, если честно, смотрите, они что у Майи, что у Софии, что у всех участниц беременности 16 сделаны по одним и тем же лекалам. Смотрите, у них у всех общая структура. Название. Моя подружка Личушка. Личушку мы помним из выпуска, да? И вот она рассказывает про Личушку здесь. Вот здесь вот реакция Гриши на беременность. Здесь я никогда не работала. И вот все посты примерно, они более раскрывают нам персонажей самой серии. Я так понимаю, это часть шоу. По контракту, который они заключали, нужно было написать энное количество постов у себя в Инстаграме. Вот что они, в принципе, и сделали. Вот здесь мы узнаем, например, что София 8 лет занималась танцами, что она купила себе тату-машинку и продолжает забивать свое тело. У нее 1 четвертая уже забита, она забивает еще дальше. Например, что она очень любит косметику и макияжи. У нее очень много фотографий, очень много видео посвящено этой тематике. То, что она не собирается крестить своего ребенка. И вот здесь вот просто читаем, читаем, читаем и ничего прям, понимаете? Ничего по поводу того, что Гриша деревенский быдловый абрыгант. Но натыкаемся все-таки вот на один постик. Вот он. От какого числа, кстати? 4 дня назад. За день до выхода выпуска. Отношения с отцом Фаи. У Фаины и Гриши отношения идеальны. А вот у нас с ним не очень. Живу я у него, потому что у меня дома не те условия для ребенка. Нам с ним приходится видеться и общаться. Если бы не Фаином, мы бы давно разошлись. Мы продолжаем ссориться, но помогать Грише стал чаще. Он уже не боится с ней оставаться наедине, сидит с ней, играет и гуляет. Я не знаю, что будем мы делать дальше с нашими отношениями, но как ни крути он отец моего ребенка. Вот здесь она опять же намекает на то, что как бы по контракту, то что было показано в серии, она поддержала эту линию, да, сюжетную. Но также она написала, как ни крути он отец моего ребенка. А значит, что она намекает на то, что они будут жить вместе. Вот и сами додумайте, что здесь правда. А что вымысел? То есть она пишет, что у нас с ним отношения плохие, как это было в серии, но мы живем вместе и будем жить вместе, потому что он отец ребенка. Вот так вот, интересно, да? Симптомы коронавируса обычно... Симптомы коронавируса... Симптомы коронавируса... Кто... Что мы слышим? Мужской голос. Это значит, что они поддерживают какие-то вот такие дружеские отношения. Он снимает ее на видео. А что это значит? А хрен его знает. В принципе, это все. По постам в инстаграме... Больше дальше вот у нее в инстаграме, на самом деле, она его очень давно вела, но там нету ничего конкретного по поводу их отношений. Вот съемка в разгаре. Вот здесь вот начинается. Помните, где она наклеила себе много сердечек вот этих вот? До этого, это ее прошлая жизнь, жизнь до шоу, там ничего особо интересного. Вот в контексте нашей тематики нету. Ну и теперь, как я и обещал, ребятушки, давайте перейдем лучше сразу в ее тикток, потому что там вот начинается самое интересное. Кто из вас спортивнее? 13 февраля. У кого лучший музыкальный вкус? 13 февраля. Учтите, что передача снимается задолго до выхода. Сейчас, на моих часах, 27 марта, передача снимается не за месяц, не за два, ребят. 20, 13 февраля. Кто из вас спортивнее? Она снимает видос с Гришей. У кого лучший музыкальный вкус? И они здесь, как типичная влюбленная парочка, дурачатся, снимают вот эти. У кого больше подписчиков в инстаграме? Типичный мальчик-девочка-чек они снимают. Не говорит ли это о том, что нас опять одурачили, мать его? То есть у них все хорошо получается? Ну, листаем дальше. Давайте дальше проводить наше расследование. 29 февраля еще один видос. Это вот буквально недавно, месяц назад было. 29 февраля. Они снимают совместное видео. Совместный чек опять. Листаем дальше. 1 марта. Вот уже, понимаете, в этом месяце выйдет серия. 1 марта начинается неожиданная поездка в полицию. И что мы видим? Мы видим просто Софью, которая сидит на заднем сиденье обычного Яндекс.Эконома и снимает улицу ночную. Едут они в полицию или нет, на самом деле здесь понять невозможно. Она же не показала даже полицейского участка. Просто неожиданная поездка в полицию. Типа интригующая. Но конкретики нету. Смотрим дальше. Вчера я приехал жить к себе. Это 2 марта уже. 2 марта. После поездки в полицию. Гриша ударил ее. У нее синяк на ноге. Отнял у нее телефон. Они поехали в участок. Вот начинается уже. Но синяк почему-то она не показала. Если у тебя синяк на ноге, ты должна показать этот синяк, чтобы мы тебе поверили. Потому что я лично не верю. Казалось, что у нас все хорошо. Он пинал меня еще беременную. А по фото не скажешь, что он наркоман и последний урод. Наркоман? Вот про его наркоманию в передаче почему-то ничего не было. Вообще ни слова. Я впервые слышу, что он употребляет наркотики. Кажется, София, возможно, чуть-чуть переборщила здесь с эпитетами. Прощай, дочь ты не увидишь. Опять же, это 2 марта происходит действие. И что я должен думать насчет всего этого? Я думаю, что опять же начинаются вбросы, вбросы, спланированные телеканалом Ю и Софией. А возможно и нет. Опять 2 марта. Сейчас он притащил мне мазь от синяков. Но на кадрах мы видим Гришу, играющего с Фаиночкой. Сюсюкается со своим ребеночком. Мы не видим здесь жесткого тирана. Мы не видим в его глазах какой-то угрозы. Я кажется, проклят. И вот в перерывах между этими трагическими просто тиктоками Майя просто играет лицом на камеру под веселую музыку. И бывает и грустную. Бывает веселую, бывает грустную. Так что очень тяжело как бы ассоциировать человека с какой-то трагедией, когда он в перерывах вставляет вот такие тиктоки. Приходил Гриша и требовал деньги, которые мне подарили на день рождения. Я сказал все разговоры через полицию. Он не уходил. Я начал звонить в полицию и сказал, что сейчас положу ребенка и убью его. Гришу, надеюсь, не ребенка. Ну короче, здесь она плачет. Хорошая актриса София? Или же нет? Или это все на самом деле? Вы что думаете? Я вот, честно говоря, очень сильно запутался. Третье марта. Но никаких побоев ни разу не показала нам София. Ни одного синячка. Почему-то мы не увидели. Слезы я вижу, а ни одного синячка. Ну покажи вот, ну ручку, ну ножку. Ну как это должно выглядеть? Зачем создавать эти подозрения было Софии? Если все действительно так, ты же можешь просто конкретно показать синяк. Все же так делают. Когда их бьют, они первым же делом показывают побои. Они говорят, что у меня побои, но не показывают их. И вот дальше, все тоже 3 марта, уже веселуха, уже веселимся с ребеночком. Ни побоев, ничего, никакой трагедии, ни драмы, ни психологической травмы. Серьезно, я не знаю, что думать. Я склоняюсь к тому, что телеканал Ю в очередной раз 1-0 в пользу телеканала Ю. 2-0 уже в пользу телеканала Ю. Он нас облапошил и чуть-чуть приукрасил. Чуть-чуть все перевернулся в ног на голову. Я сняла побои. Я сняла побои. Не собрали 2000 лайков, к сожалению, и мы синяка не увидим. София, в следующий раз мой тебе совет. Если тебя действительно бьют, не надо собирать лайки на побои, чтобы люди тебе поверили. Опять же, я повторяю, сразу в 10-й, но я теперь не верю в эту всю ситуацию, потому что, ну вот зерно сомнения меня посеяла как раз-таки та публикация. А дальше я начал копать глубже и не увидел никакой конкретики. А когда нету конкретики, это значит, что, скорее всего, тебя дурачат. Ну и вот, а дальше уже вообще-то ничего и нет. Все, больше у нее в ТикТоке, ни в Инстаграме, нигде ничего на эту тему, к сожалению, нет. И что вы думаете об этом, обо всем? Я вот свою позицию уже высказал. Я теперь сомневаюсь в том, что Гриша деревенский абрыган, что София такая несчастная жертва. Мне кажется, просто им заплатили денежки за то, чтобы они отыграли эти роли. Потому что я думал, что играть роль абьюзера на самом деле сложно, но всегда легче играть тупые роли. Поэтому вот такие вот сегодня у нас новости, ребята. Вот так вот я вот, вот так вот я разочаровываюсь в этой передаче и в этих во всех историях. То какие-то несостыковочки появляются в социальных сетях. Казалось бы, девочек, которые по контракту должны следовать линии сюжета. Пандемия беременна в 16. Пока что, я думаю, берет небольшой перерыв до следующего выпуска. Сейчас другие видео будут выходить, так что stay tuned. Да, это мой английский.